Де-факто продолжает эфир телеканала Беларусь 4 в студии Алексей Немкевич. Здравствуйте. И в начале о резонансном деле мозорского живодера. В областном управлении следственного комитета нашей съемочной группе рассказали о прошлом молодого человека. Как оказалось, он причастен не только к жестокому обращению с животными. По информации следователей, мужчина привлекался к уголовной ответственности. В 2007 году он был приговорен к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии за поджог православного храма в Мозоре. Был освобожден в 2012, однако на этом не остановился. Уже через несколько месяцев после освобождения мужчина был задержан по подозрению в осквернении двух православных храмов в городе Мозоре. В ходе следствия свой поступок он объяснял враждебным отношением к христианской религии. Напомню, на этот раз 28-летнего жителя Мозоре задержали за издевательство над животными. Он убивал котят и снимал это на видео. Сейчас решается вопрос о его экстрадиции в Беларусь. В преддверии выходных на дорогах региона произошло несколько десятков ДТП, не обошлось без пострадавших. Так в Гомеле возле администрации советского района под колеса Ниссан попал пенсионер. По предварительной версии водитель не заметил мужчину. Пешеход переходил участок проезжей части по линии тротуара справа налево по ходу движения автомобиля. В результате происшествия с полученными травмами мужчина был доставлен в больницу. В продолжении темы дорог областная госавтоинспекция призывает водителей присоединиться к международному дню без автомобиля. Он пройдет в регионе завтра. Автовладельцев просят не садиться за руль, а воспользоваться общественным транспортом или пройтись пешком. Только в Гомеле, отмечу, зарегистрировано более 170 тысяч автомобилей. Если хотя бы каждый десятый останется в субботу на стоянке, акция пройдет не напрасно, считает в ГАИ. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь на Беларусь 4. Субтитры создавал DimaTorzok